я сегодня хочу вернуться и поговорить более серьезно снова на эту тему 50 плюс и нужны мужчины женщинам после 60 лет это то видео у меня на канале которая за две недели набрала больше 760 тысяч просмотров и конечно не все оставили там комментарии но комментариев довольно много по моему нас на сегодняшний день там больше пяти тысяч комментариев и вы знаете друзья я конечно не была очень сильно удивлена тому что эта тема интересна многим но вот то что мне пишут столько много женщин одиноких именно возраста 50 плюс что меня это просто вы знаете в такое подвергает уныние и мне хочется просто помочь буквально каждому человеку и каждой женщине которая вот сейчас стоит на перепутье в этом сложном возрасте мне кажется он такой сложный у нас переходный так скажем да уже от зрелого возраста мы потихоньку потихоньку пошли с горки и понятно становится что именно вот эта категория людей 50 плюс не только женщин конечно же но и мужчин она остается невостребованной как-то они забывают и не на телевидении уже особенно никто не говорит о личной жизни людей 50 плюс иногда иногда можно какие-то специальные найти программы а в основном конечно все заполонили у нас молодые энергичные которые уже я сколько раз даже сталкивалась с этим сама и не только как говорится в повседневной жизни а даже и на экранах телевизоров бывают такие горе журналисты которые начинают о чем-то рассказывать и с на голубом глазу говорят что ну вот мы то с вами конечно понимаем а вот эти бабушки которым за 60 они уже якобы ничего не понимают ничего не знают и ни в чем не разбираются и порой вы знаете такое суждение людей молодых она сбивает с ног я думаю что вы тоже слышали такое я конечно как-то не могу это спокойно комментировать иногда хочется просто даже позвонить и позвонить и сказать на телевидении да вы знаете те люди которым сейчас 50 плюс и 60 плюс из бывшего нашего ссср получили прекрасное образование они начитанные интеллигентные образованные так вот я хочу сейчас вам прочитать один очень интересный коротенький рассказик и потом мы с вами продолжим к тому что в нашей стране исчезают отдельные люди мы уже давно привыкли но у нас внезапно исчезла целое поколение мы делаем вид что ничего не случилось пропадают женщины пропадают женщины после 50 они исчезли с экранов они не ходят в кино они не появляются в театрах они не ездят за границу они не плавают в море где они их держат в больницах продовольственных лавках на базарах и в квартирах они беззащитны они не выходят из дома они исчезли они никому не нужны как инвалиды целое поколение ушло из жизни и никто не спрашивает где она мы кричим дети наше будущее нет не дети они наше будущее вот что с нами произойдет всю карьеру всю рекламу мы строим на юных женских телах и на этом мы потеряли миллионы светлых седых головок почему как девицам не страшно это же их будущее прячется сейчас от глаз прохожих много выпало на долю этих женщин дикие очереди безграмотные аборты тесные сапоги прожженные рукавицы и сейчас их снова затолкали глянцевые попки фарфоровые ляжки цветные стеклянные глаза юное тело крупным шепотом неужели я этого не достойна ты-то достойна мы этого не достойны мы достойны лучшего мир мечты заполнили одноразовые женщины которые меняют как шприц и поддутые груди накаченные губы фабричные глаза все это тривиально виртуальное половое возбуждение от которого рождается только визит к врачу вы представляете себе стихи об этой любви мы изгнали тех кто дает стиль моду вкус красоте изящной словесности кто делает политиков кто сохраняет жизнь мужей на них кричат в больницах вы кто врач я не врач говорит она тихо но я борюсь за жизнь своего мужа больше некому в этой стране они эти женщины сохраняют для нас наших гениев потеряем их уйдут и их мужья люди конкретного результата останутся трескучие и бессмысленные политики и возможно несколько олигархов личная жизнь которых уже никого не интересует они ее вручают совершенно чужие руки вопрос только в том станет ли иностранная медсестра за большие деньги хотя бы временно любящий женой конечно в редкий и короткий период телевизионного полового взбуждения мы прощаем им все очаровательным ягодицам даже их головки их песенки и всякие их бедрышки но они правильно торопятся в 30 лет останутся только ноги в 40 глаза в 45 уплывет талия в 50 всплывут отдельные авторши отдельных женских детективов в 55 борцы за присутствие женщин в политики а в 60 исчезнут все хотя именно эти исчезнувшие женщины создают королей и полководцев они второй ряд в политике а второй ряд в политике главный это они оценивают юмор живопись архитектуру и все сокровища мира а значит это они оплачивают их через своих мужей этим летом на одном благотворительном концерте я увидел их не у нас я увидел их исчезнувшие в россии племя племя пожилых дам стройных красивых легких шутках тонких туфлях и их мужчин чуть постарше это была толпа 60 65 70 и даже восьмидесятилетних они хохотали и аплодировали они танцевали играли в карты они заполняли огромный зал с раздвижной крышей это были не олигархи не министры и не короли это были женщины лица которых теперь составляют герб франции вы конечно же я думаю узнали знаменитый монолог михаила жванецкого куда пропали женщины после 50 лет и вот по моему это было написано им уже давно более 10 или даже 20 лет назад но это все еще актуально но друзья мы с вами об этом поговорим если вы желаете в другом видео а сегодня я хочу все таки вернуться мужчинам и женщинам которые так или иначе волею судеб сейчас одиноки я долго размышляла как сделать как помочь людям встретиться мне тут многие говорят что да вы в общем такая деятельная давайте-ка организуйте сайт знакомств но вы знаете по поводу сайта знакомств я уже говорила что это требует больших затрат чтобы пригласить специалистов которые этот сайт могут сделать программисты компьютер щеки которая в этом хорошо разбирается и это довольно затратная история в общем я скажем так пока о сайте говорить не буду я подумала что мы с вами можем сделать вот именно сейчас у меня канал у меня на сегодняшний день пятьдесят шесть тысяч подписчиков и поэтому я готова прямо сейчас предоставить площадку своего канала для знакомства одиноких мужчин и одиноких женщин вот сразу хочу друзья уточнить я понимаете конечно же постараюсь помочь как я только могу я постараюсь все это сделать как я могу я вам объясню сейчас ниже чуть ниже в этом видео как я думаю чтобы это у нас все выглядело но хочу предупредить что опять же не ждите что я буду делать все за вас а то понимаете бывают такие женщины которые пишут да галина да я хочу найти а помогите мне сделайте а найдите а покажите а приведите нет такого друзья не будет хочу сразу разочаровать тех кто считает что я просто тут понимаете папа по мановению волшебной палочки сейчас вам разыщу и приведу мужчину вашей мечты так не бывает вы сами должны постараться и сами должны для этого очень много сделать по крайней мере какие-то первые шаги и последующие уже потом будут полегче но главное сделать первый шаг и уточняю еще один момент если опять у кого-то сложилось неправильное впечатление что я буду вам искать иностранных мужчин то это опять нет это не сюда я имела ввиду то что на моем канале не только женщины их конечно преобладающее большинство показывает мою анализ моего канала что у меня 75 процентов женщин и 25 процентов мужчин я считаю что это не так и плохо так вот я предлагаю бесплатно совершенно использовать свой сайт и давайте мы сделаем так с вами вот сейчас те кто послушал это видео те кто прослушал его до конца и те кто хочет как-то познакомиться и найти друга попутчика просто компаньона для того чтобы куда-то сходить в театр выпить чашечку кофе или просто погулять на природе конечно же это все делается не сразу и нужно сначала узнать друг друга все это друзья понятно я думаю мы с вами взрослые люди поэтому те кто действительно серьезно ищет себе друга давайте сделаем так друзья не где-то на одном на другом или на третьем видео моем писать свои комментарии что да я хочу кого-то встретить а вот хотелось бы это я понимаю так что в общем не будет очень успешно а вот сделаем мы с вами именно вот такие вот типа анкетка объявления после вот этого видео моего комментарии к этому видео еще раз повторяю пишите и и называете свой комментарий большими печатными заглавными буквами анкета сразу чтобы было понятно что ваш комментарий не просто о чем-то а это именно анкета по поиску друг друга и дальше после вот этого заголовка анкета вы пишите коротко о себе где вы живете в общем все что хотите о себе сообщить конечно же хотелось бы чтобы эта информация была как-то по более полной и чтобы женщина могла что-то понять о мужчине по этой анкете хотя бы немного и чтобы мужчина также мог понять об этой женщине я предполагаю что лучше написать примерно хотя бы город или ту область в которой вы проживаете и согласны ли вы на переезд ну и дальше как говорится мужчины пишут о себе женщины пишут о себе под заголовком анкета именно под этим видео сейчас мы прямо и начнем и мы смотрим что из этого получится если нужна моя помощь то пожалуйста обращайтесь непосредственно ко мне и пишите что вот я бы хотел чтобы вы мне помогли в том-то в том-то и в том-то по-моему это будет легко сделать и давайте мы с вами все таки попробуем именно вот так как-то найти пары вы знаете я была бы очень счастлива если бы я могла помочь хотя бы одному или двум человекам вот у меня уже после того под тем моим видео где пять тысяч комментариев и где просмотров более 700 тысяч как я сказала нужен ли мужчина женщине после 60 лет там у меня уже я читаю всегда все комментарии и я вижу что есть и мужчины которые одинокие есть и женщины желающие познакомиться но понимаете среди пяти тысяч объявлений найти очень сложно хотя конечно вот я например читаю все эти объявления и я вижу отмечаю как-то мне хотелось сначала просто некоторые объявления закрепить но потом я подумала мало ли может быть люди будут не довольны этим я не стала тут ничего делать только с вашего согласия все все это абсолютно сейчас у нас на добровольной основе все это бесплатно я предоставляю вам площадку своего канала для знакомства если у вас возникают какие то вопросы не стесняйтесь спрашивать я наверное пока вот на этом вот и закончу пожалуйста скажите что вы думаете по этому поводу согласны ли вы вот с таким моим предложением давайте смотреть что получится я желаю всем удачи и я жду как мужчин так и женщин милых конечно же пожалуйста пишите ваши анкеты удачи до встречи пока 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 я